Житель Курской многоэтажки заметил кошку, которая лежала в сугробе возле дома. Мужчине стало жаль животное, и он отнёс его в подъезд. Вот только на этом его забота о кошке и закончилась. Оставив животное в подъезде, мужчина просто ушёл. В подъезде Фросю увидела Елена. Женщина сразу обратила внимание на то, что кошка не встаёт, а также что у неё есть проблемы с позвоночником и со зрением. Елена начала подкармливать кошку, но когда об этом узнали её соседи, они стали требовать, чтобы животное отправили на улицу. При этом людей не останавливало то, что стояли сильные зимние морозы. Лена жалела кошку, но взять себе не могла, поэтому позвонила мне. В подъезде Фрося прожила неделю, с трудом ползая и без какой-либо ветеринарной помощи. Кошку мы сразу повезли ветеринарам. Обследование показало ушиб и вирусное заболевание. Фрося была очень слабой, поэтому ветеринар сразу же назначил медикаментозную терапию. Глядя на Фросю и её поведение, а также, зная историю её появления в подъезде, я поняла, что её банально выбросили из окна многоэтажки. Кошка явно была домашней и совсем не знала, как жить на улице. На время лечения и реабилитации Фроси был нужен дом, и холодный подъезд никак не подходил на эту роль. Забрать к себе кошку я не могла, поскольку ухаживала за другим котом со слабым иммунитетом и боялась, что он может подхватить от Фроси вирусное заболевание. На всех передержках мне отказали, поскольку никто не рисковал связываться с больным животным. «Последним я набрала номер Дениса. Мужчина содержит гостиницу для собак. В разное время я устраивала к нему на передержку и своих подопечных. Передержка была платной, но, к счастью, у Дениса нашлось место для Фроси. Сейчас кошка живёт в тёплых апартаментах, которые как раз пустовали к её заселению. Кроме крова и питания, Фроси оказывают отличный уход и необходимую медицинскую помощь. Мы надеемся, что в скором времени эта красавица обретёт свою семью, которая подарит ей заботу, любовь и ласку. Будь счастлива, Фроси! Дорогие друзья, если вам понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До свидания!